Ты царствовал Простуешь и будешь царствовать веки веков Прославим имя Господа И восстаем ему хвалу Прославим имя Господа И воспоем ему хвалу Ты наш Господь, один, единый Царь наш Ишуа, славим Тебя Ты наш Господь, один, единый Царь наш Ишуа, славим Тебя Ты царствовал, ты царствуешь И будешь царствовать веки веков Ты царствовал, ты царствуешь И будешь царствовать веки веков Ты царствовал, ты царствуешь И будешь царствовать веки веков Ты создавал, ты царствуешь, и будешь царствовать за веки веков. Прославим имя Господа, и воспоем Ему хвалу. Прославим имя Господа, и воспоем Ему хвалу. Ты наш Господь, один, единый царь наш, ищу славит тебя. Ты наш Господь, один, единый царь наш, ищу славит тебя. Ты создавал, ты царствуешь, и будешь царствовать за веки веков. Ты создавал, ты царствуешь, и будешь царствовать за веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь, И будешь царствовать вовек и веков. Ещё-ещё! Господь, слава тебе! Ты царствовал, ты царствуешь, И будешь царствовать вовек и веков. Ты царствовал, ты царствуешь, И будешь царствовать в веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь, И будешь царствовать в веки веков. Мы благодарим Тебя за ту радость, Господь, Который даёт нам с неба прославлять Тебя. Возвеличим я твое святое имя Давайте поднимем свои руки и будем славы за вас Возвеличим я твое святое имя 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 Ты царствовал, ты царствуешь И будешь царствовать во веки веков Ты царствовал, ты царствуешь Ты царствовал, ты царствуешь Все награды и венцы свои отдал Все заслуги и хвалу кладу я пред Того Ведь подобного Тебе не видел мир Лишь Ты один достой, Ты один достой Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит Вечно, щедрый, вечно любящий все тот же Ты И за то, что жизнь мою наследил Ты Воздам Тебе всю славу Воздам Тебе всю славу Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достоин принять всю честь Я живу для Тебя И все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Близок Ты ко всем, кто имя Твое чтит Вечно щедрый, вечно любящий все тот же Ты И за то, что жизнь мою наследил Ты Воздам Тебе всю славу Воздам Тебе всю славу Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достой, О Бог, Высшая слава И все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Тебя Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя Мой Бог Мой Бог Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достой, О Бог, принять всю честь Я живу для Тебя Я живу для Тебя И всем, что есть внутри меня Поклоняюсь я Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достой, О Бог, Высшая слава Ты достой, О Бог, принять всю честь Я живу для Тебя И все, что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Мой Бог Поклоняюсь я Славлю я Поклоняюсь я Мой Бог Поклоняюсь я Мой Бог Ты достой Мой Бог Поклоняюсь я Ты достойен Бог Принять Я живу для Тебя И все что есть внутри меня Поклоняюсь я Ты достойен Бог Ты достойен Бог Высшей славы Ты достойен Бог Принять всю честь Я живу для Тебя И все что есть внутри меня Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя Мой Бог Поклоняюсь я Жду Тебя Славлю я Славлю я Тебя Мой Бог Славлю я Тебя Мой Бог В небе навсегда Записал Мое имя Ты Для меня Все Ты Для меня Все Все что мне надо Надо Знать Тебя И быть с Тобой Рядом Мое сердце Изменил навсегда Для тебя Поет Душа Моя Скажи все что мне надо Все что мне Надо Знать Тебя И быть с Тобой Рядом Мое сердце Изменил навсегда Для тебя Для тебя Поет Душа Моя Жизнь Там на кресте Замотни Кросою Пролина Тай И спас Всех В небе навсегда Записал Маню Ты Для меня Все Ты Для меня Все Все Во всем Господь Ты Для меня Все Все Что мне Надо Знать Тебя И быть с Тобой Рядом Мое сердце Мое сердце Мое сердце Изменил навсегда Для тебя Для тебя Для тебя Для тебя Поют Душа Моя Все Что мне Надо Пусть это будет Наша молитва Сегодня Господь Я хочу стать Тебя Я хочу быть с Тобой Рядом Боже Аллилуйя Ты Изменяешь И спас Все В небе В небе Всегда Знать Знать Тебя И С Тебя В небе Во святыне Его Аллилуйя Он Великий Бог Поклоняемся Тебе Иисус Ты Ты Достоин Всей Хвалы Наш Бог Всю Хвалу Мы воздаем Тебе Иисус Я в присутствии Твоем Я В присутствии Твоем Руки Поднимаю Ты Сердце Мое Всей Душой Тебя Мой Бог Всей Душой Тебя Мой Бог Благословляю Ты Все На Все Я В присутствии Твоем Я В присутствии Твоем Руки Поднимаю Ты Сердце Мое Всей Душой Тебя Мой Бог Благословляю Ты Все 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 Что Мне Надо Знать Тебя И Быть С Тобой Рядом Мое Сердце Изменил Навсегда Для Тебя Для Тебя Поет Душа Моя Все Что Мне Надо Знать Тебя И Быть С Тобой Рядом Мое Сердце Изменил Навсегда Для Тебя Поет Душа Моя У нас будет сейчас слово пожалуйста присядьте если у вас есть библии достаньте их и мы коротко будем говорить о важных вещах ценных вещах которые важны в нашей жизни мне недавно рассказали одну притчу историю об одной женщине Одна женщина очень сильно молилась Богу у нее была большая нужда и услышал один об этой нужде неверующий богатый человек и думает да поиздеваюсь над ней немножко такой современный слайд постебаюсь над ней он взял свою секретаря отправил к ней купил продуктов и целое такое благословение как бы благословение говорит отнесешь ей и скажешь это тебе от дьявола это тебе от дьявола дьявол передал вот ну это секретарша вручила женщина женщина радуется славит Бога такая ну христианка нормальная славит Бога радуется и тут секретарша говорит это вам от дьявола а та говорит женщина верующая говорит вы знаете если Бог повелевает то даже дьявол слушается потому друзья эту историю мне рассказал депутат городской рады наша сестра драгоценная поприветствуйте Влада слава Богу мы рады приветствовать вас слава Господу и в городской раде есть депутаты наши братья сестры молитесь за них чтобы Бог давал им мудрости благословлял их в этом непростом служении для нашего города эти люди хотят делать большие вещи большие проекты для помощи нашему городу для благословения нашего города для людей в нашем городе и этим людям верующим людям не все равно что будет происходить в нашем городе потому молитесь за них чтобы Бог давал мудрости давал силы им давал им быть светом солью на том месте где Бог поставил их это очень непростое служение это очень непростое служение вот одно из желаний которое есть у нашей сестры Влады есть желание чтобы был памятник десять заповедей в нашем городе послушай это благословение это большое благословение потому молите чтобы все то что Бог наметил все то что есть в сердце Господа оно исполнилось аминь чтобы было и расположение и все решения депутатские все что надо хорошо молитесь об этом хорошо у нас сегодня день благодарения день жатвы день когда мы приходим в дом Божий чтобы благодарить нашего Господа за все доброе что он дает нам в нашей жизни аминь есть много за что благодарить нам Бога есть друзья аминь начиная каждое утро нам есть уже за что благодарить Бога мы проснулись дыхание есть в наших внутренностях и уже есть за что благодарить Бога и каждый день милость Господня она обновляется для нас каждый день книги второзакония Бог обращается к народу Божьему и дает им постановление второзакония то есть это повторение закона это напоминание о законе Божьем о правилах Божьих и написано второзакония 6 глава 6 глава с 10 по 12 стихи когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю которую он клялся отцам твоим Аврааму Исааку Иакову дать тебе послушай у тебя есть земля обетованная для твоей жизни есть Божье предназначение дать тебе с большими и хорошими городами которые ты не строил и с домами наполненными всяким добром которых ты не наполнял и с колодезями высеченными из камня которых ты не высекал с виноградниками маслинами которых ты не садил и будешь есть и насыщаться Аллилуйя это уже благословение есть а еще и насыщаться это с избытком тогда 12 стих очень внимательно тогда берегись и вот об этом берегись я немножко хочу вам тоже сказать смотрите тогда берегись чтобы не забыл ты Господа который вывел тебя из земли египетской из дома рабства возлюбленные важно в том чтобы когда мы вспоминаем всемилости Господни мы помнили кто нам это все дал в нашей жизни всегда быть благодарными всегда быть благодарными особо Бог предупреждает через Моисея он предупреждает через своего пророка через служителя он говорит берегись некоторых вещей берегись чтобы ты не забыл кто тебя выявил кто тебе дал кто благословил твою жизнь кто наполнил твою жизнь до избытка многими благословениями неба и земли помни кто тебя хранит помни кто чья рука над тобою кто тебя вывел из рабства греха и из тьмы вывел тебя всегда помни о том что Бог является источником всякого благословения в твоей жизни аллилуйя второзакония восьмая глава второзакония восьмая глава с девятого стиха в землю в которую без скудости будешь есть хлеб твой ни в чем не будешь иметь недостатка в землю в которой камни железо а из гор будешь высекать медь и когда будешь есть и насыщаться тогда благословляй господа бога твоего за добрую землю которую он дал тебе и опять одиннадцатый стих берегись чтобы ты не забыл господа бога твоего не соблюдая заповеди его и законов его подстановлений которые сегодня заповедую тебе когда будешь есть хлеб и насыщаться построишь хорошие дома будешь жить послушай бог особо повторяет он опять и опять он повторяет и напоминает берегись некоторых вещей все что делает дьявол знаете дьявол он пытается убедить человека да слушай да какой бог да ты сам ты смотри какой ты умный ты смотри какой ты красавчик ты смотри как тебе повезло вдруг смотри какой ты молодец и он пытается убедить человека чтобы человек взгляд с бога перевел на самого себя на все то что у него есть написано об одном человеке когда у него было изобилие всего урожай которого никогда не было до этого и он такой смотрит на все это богатство которое свалилось в один момент с неба а он смотрит на него думает и говорит сам себе сколько добра у тебя ешь пей веселись на всю жизнь тебе хватит и вдруг прозвучал голос на небе вдруг голос прозвучал на небе в этот момент когда этот человек смотрит на все эти горы изобилия и думает так построю амбары построю то чтобы это все сохранить чтобы это все дороже продать чтобы это все богатство было и вдруг с неба знаете боложий голос прозвучал и бог сказал безумный безумный всю ночь заберут душу твою кому достанется все что ты заготовил друзья знаете мы можем быть очень мудрыми в глазах своих и многие люди пытаются этим блистать но послушай лучше быть мудрым в глазах божьих аминь и когда мы говорим о благодарности бог несколько раз нам говорит и повторяет береги с некоторых вещей я хотел бы сказать о трех важных вещах которых нам надо быть благодарными три вещи которых нам надо благодарить первое друзья мы должны быть благодарны наше родителем мы должны быть благодарны нашим родителям я знаете не раз сталкивался даже с ситуациями когда люди говорят, ну ты не знаешь моих родителей, ты не представляешь, как мне было тяжело с моими родителями, ты не представляешь, сколько произошло, может, зависимые были люди, еще что-то было. Послушай, не важно, что было, они тебе дали жизнь. Будь благодарен уже за это. Но откуда ты знаешь, может, через благодарность в твое сердце, через любовь в твое сердце, через то, что Бог тебя коснулся. Это был замысел Божий, чтобы ты там, в этой стороне, обжегся, и побежал в эту сторону, и прибежал прямо в объятия Божьи. Всем управляет Бог, всем управляет Бог, даже такими вещами. И я знаю родителей, которые пришли через своих детей к Богу. Я верю, что это возможно. Мы должны быть благодарны нашим родителям, потому что они служили нам. И когда мы были маленькими, когда мы ничем не могли воздать им, кроме нашего крика, порадовать их на ночь, глядя, часов в три ночи, порадовать их, вот. Но послушай, они вставали, они заботились о нас, они кормили нас, они ухаживали за нами, они радовались вместе с нами, когда мы в школе, какие-то успехи были. Они радовались с нами к нашим первым шагам, они радовались первым словам, которые произносили наши уста. Послушай, мы должны быть благодарны нашим родителям. Аминь. И написано, что почитай отца и мать. И что? И продлятся дни твои. Это заповедь с обетованием. Почтение к родителям, благодарность родителям, подарки родителям. Это правильно, это хорошо. Слова благодарности родителям. Вы знаете, я очень жалею об одном в своей жизни. Об одном, что я уже не могу изменить. Может, так воспитан был, не получалось у меня. Где-то я был без Бога в этом. Но я не смог слова благодарности, такой, знаете, вот настоящее слово благодарности, сказать моему отцу, который погиб. Я был закомплексован, я не умел выражать это все, чувства свои. И, знаете, я помню тот вечер, когда мы сидели с моим отцом. Это было просто за буквально несколько дней до гибели моего отца. И мы сидели с ним, в моем доме проходила тогда домашняя группа служения. Я не был тогда еще служителем. Просто у нас дома проходило служение. И мы сидели, все уже разошлись. Остался чай, немножко там пирог остался, который мама пекла на домашнюю группу. И мой отец, он вышел из другой комнаты, он всегда слушал, у нас не было дверей, и всегда было слышно, о чем мы говорим, как мы молимся и так далее. То есть многие из вещей папа слышал годами в соседней комнате. Он стеснялся, ему было неудобно. Но он в соседней комнате всегда слушал. И он вышел, он сел так креслом, мы сидели рядом с ним. Все, на что меня хватило, чтобы сказать моему отцу, я ему сказал, батя, ты классный. Вот все, что я смог, ну, как-то выразить, все, что было во мне. Но в этот момент я почувствовал такую любовь из его сердца, и мое сердце было наполнено любовью к нему. Да, я не смог потом больше, мне было 19 лет, когда это все произошло. Но я не устаю благодарить мою маму, я не устаю заботиться о ней, для меня это счастье. Моя мама это половина меня, то есть она маленькая такая. И я дорожу маминым благословением. Я преклоняю свои колени перед мамой, я говорю, мамочка, положи руки свои, благослови меня. Я дорожу этими вещами, потому что я знаю, что это благословение я пронесу через свою жизнь. Она говорит, сыночек, я молилась за церковь, я молилась за внуков, я молилась за вас, Станечка. Каждый раз я прихожу, Библия у нее открыта, большая такая. Вот. И она ее читает, она вникает. Послушайте, пусть Бог благословит родителей на короткое время рядом с нами. Пусть Бог даст нам вот это сердце, находить слова благодарности родителям. Второе. 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 Люди, которых мы еще можем благодарить, это служители. Это служители. Это люди, которые трудятся с нашими детьми в воскресной школе. Это преподаватели, это больше 20 человек, которые вовлечены в служение в воскресной школе, которые проводят детские лагеря, которые служат им. И, знаете, кто-то может подумать, не, ну это и служение, что там подумаешь 15 лет подряд. А я вам скажу, попробуйте хотя бы год. Вы знаете, это такой труд, это настолько посвящение, это настолько надо любить, служить, потому что это время молитвы за детей, это время, когда они готовятся к урокам, выходные, потому что воскресенье ведь служение. А эти люди готовятся в выходные, свои выходные, они готовятся к воскресной школе, чтобы заниматься с нашими детьми. Они проводят с ними время, они вытеряют их слезы иногда, они дарят им подарки, они учат детей любить Христа, любить Слово Божье. И они сеют в сердца детей столько любви, столько сил, столько времени. Друзья, я прошу вас, родители, дорогие, возлюбленные, просто, ну, братья, сестры, благодарите иногда преподавателей воскресной школы. Вот просто благодарите. На самом деле, у каждого из них есть своя работа, своя нагрузка, свои семьи, у них есть своя ответственность, и часто есть какие-то проблемы, которые они несут в своей жизни. Но послушай, каждый из служителей, то ли это служители домашних групп, то ли это служители прославления, комнаты исцеления, группы порядка, декора. Друзья, смотрите, какая красота у нас. Наши сестры, они выходные посвятили для того, чтобы сделать вот эту всю красоту для нас. И я вам открою секрет, это далеко не просто было. Знаете, надо было еще это все приготовить, заготовить, ездить, собирать, продумать, найти это все. Кто-то у нас сварил вот эти красивые вещи, это наши братья-сварщики. Вот. И все это сделали для того, чтобы на нашем празднике была красота, чтобы у нас была также фотозона, чтобы это все порадовать церковь. Друзья, я верю в то, что Бог благословляет этих людей. Но я вам скажу еще одну вещь. Нам тоже надо иметь благодарность в сердце. Нам тоже надо иметь благодарность. И служители, это те люди, которые всегда поддерживают нас. Их труд, он не по графику часто. Друзья, у служителей пасторов, служителей домашних групп, молитвенников, комнаты исцеления, у них нет понятия графика. Могут позвонить вечером и сказать, друзья, у нас проблема, у нас катастрофа, пожалуйста, молите сейчас за нас. И люди берут посты, молятся, служат. Или кто-то звонит, говорит, слушай, мне надо совет, срочно. Слушай, ты смотрел девять часов вечера, и никто не отвечает так. Послушай, что тебе надо? Давай будем молиться, давай я тебя поддержу. Ничего, что девять часов, прости, я так поздно позвонил тебе. Ничего, послушай, Бог живой, тебе нужна помощь, я готов тебе помочь. Друзья, эти люди, они служат, и у них нет графика, у них не по расписанию жизнь. большая часть жизни это служение. И если взять людей, которые принимают у себя дома, служат у себя дома, ну неужели, допустим, если взять домашнюю группу Виталия и Ярославы, дети, заботы, уроки, занятия, масса вещей, которыми надо заниматься, рабочие вопросы, организация всего, у них еще дома проходит домашняя группа, и надо и печеньки, надо иногда что-то это, все, слушайте, надо слово готовить, надо наставление давать, поддерживать. Друзья, я знаю, что так трудятся, у нас 23 домашние группы в церкви, 23 домашние группы в церкви. Эти люди трудятся, многие из них трудятся в нескольких служениях, посвященных год за годом, десятилетиями они делают этот труд. Они делают этот труд. Большая часть их служения, всех людей, которые трудятся и служат, она проходит там, где-то там, за кулисами. Никто этого не видит, никто этого не видит. Никто не видит, как группа прославления несколько раз в неделю она приходит сюда, чтобы репетировать, готовиться, подготавливать работу, которая происходит. Друзья, давайте благодарить тех служителей, которые трудятся. Давайте иметь это сердце, которое будет замечательно, даже в небольших вещах, чтобы кого-то вдохновить, поощрить, сказать, слушай, ты молодец, просто классный служение, хорошее было слово, хорошее было воскресная школа, хорошее было угощение за кофе, чай. Друзья, это все, все является частью. Иногда мы приходим, мы видим готовые вещи, но на самом деле за этим стоит огромнейший труд, огромнейший труд. Людей, которые убирают здесь, людей, которые красили здесь, вешали эти лампы, все это делали, кто-то заплатил за это все, жертвовал на это. Друзья, это все огромный труд. Они посещают больных, они вразумляют заблудших, они решают многие семейные проблемы служения, консультирования, они взращивают других служителей, и имеют дело постоянно с критикой. Добро пожаловать в клуб служителей. Там так весело, там так интересно. Ты много и узнаешь нового о себе. И знаешь, может ты не заметишь ошибку, но есть люди, которые всегда ее заметят. И которые расскажут тебе, как надо было правильно делать. Они расскажут, они не видят всей картины, они не видят всех каких-то вещей, почему эти решения принимаются, но они тебе расскажут, как все правильно должно быть. И ты стоишь и с большим терпением, с любовью, ты выслушиваешь всю критику. И это тоже служение. Иногда людям тоже надо выговориться. Вот. Всякое бывает. Вот. И знаете, многие из вещей, которые мы проходим в нашей жизни, какие-то обиды, недовольства или осуждения, послушай, но кому мы это делаем? Мы делаем это ради Господа. Аминь. Мы делаем это для славы Господа. И мы делаем, потому что мы любим все равно людей. Мы любим Дом Божий, мы любим людей. При всех моментах, которые мы проходим, друзья, мы любим Господа и мы служим для народа Божьего. Мы разделяем свою жизнь с людьми. Мы рядом с ними. Знаете, врач семейный, он не будет вместе с вами все время. На выпускном ваших детей или не знаю, день рождения или еще что-то. Послушай, служители разделяют с вами жизнь. Они разделяют с вами проблемы, разделяют с вами радости, разделяют послушайте рождение ребенка и служителя тогда, когда последний момент провожают на небеса. Они разделяют всю жизнь. И это большое благословение. Это большое благословение. Есть разные этапы. Написано 1 Фессалоникийцам. 5 глава, 13 стих. Первое послание к Фессалоникийцам. 5 глава, 13 стих. Написано с 12. Просим же вас, братья и сестры, уважать трудящихся у вас. Предстоятелей ваших, то есть наставников ваших, Господи, и вразумляющих вас. 13. Что написано? Почитать их преимущественно с любовью, за дело их. Будьте в мире между собой. Возлюбленные, братья и сестры, я скажу так. Хотите, чтобы ваши родные, ваши друзья, они пришли в церковь? Вот кто хочет? Хотел бы, чтобы родные, друзья, пришли в церковь. Хотели бы, да? Один простой совет. Вот самый ключевой. Вот самое лучшее. Что только могу посоветовать вам, чтобы это произошло. Говорите только хорошо о своей церкви. И так говорите хорошо, чтобы человека слюни потекли. Слушай, ну он так восхищается. Там такая классная церковь, там такие классные домашки проходят, праздники проходят. И я хочу пойти. Ну, чтобы прямо такая, знаете, жаба задавила. Хочу прийти. Ну, хоть глазом гляну. Что воно там медом так намазано у них в церкви. Что воно там медом так намазано у них в церкви. Говорите лучшие вещи о своей церкви, о служителях. И своим детям хотите, чтобы дети ходили в церковь, чтобы они так же любили церковь. Всегда говорите хорошее о церкви. Вот говорите хорошее. Изберите, примите это решение в своем сердце, чтобы говорить самое лучшее о церкви и служителях. Написано, и почитать их преимущественно с любовью, за дело их, за служение их. Так говорит Слово Божие. Так говорит Слово Божие. Я понимаю, что пасторай несовершенный, служители несовершенны. Каждый у нас свой характер. Вот. И, друзья, я думаю, что когда мы что-то говорим или замечаем, что-то критикуем, друзья, я вам скажу так. Поставь нас на место этого человека, и мы тоже будем делать ошибки. И нас тоже начнут критиковать. Потому, друзья, давайте ободрять друг друга. Давайте вдохновлять друг друга. Замечать хорошее. Хорошо? Слава Богу. Пусть у нас это будет культурой в церкви. Культурой. Есть церкви традиционные, где говорят, а что вы все время ругаете пастора или там служителей? И те говорят, ну, мы их ругаем, чтобы они не возгордились. Критикуем, ругаем, замечаем все, что недостатки, чтобы они ж, не дай Бог, не возгордились. Друзья, послушайте, пусть у нас будет другая культура. Аминь. Вот другая культура. Давайте ободрять друг друга, вдохновлять. И я верю, что намного будет лучше служение, намного лучше будут плоды, если мы будем друг друга вдохновлять. Потому что некоторые считают, что удобрение – это навоз. Давайте хоть медом периодически друг друга мазать. Будет все хорошо. Как почитать? Как почитать? Третье. Послушай, есть благодарность Богу. Есть благодарность Богу. И мы должны тоже учиться благодарить Господа. Молитве. И я хочу вам практическое домашнее задание дать, чтобы что-то практическое вы дома сделали. Пожалуйста. Три категории. Родители, служители и Бог. Три. Запишите для себя две вещи, в чем бы вы хотели поблагодарить. Две практических вещи. И сделайте это. Две вещи. В чем бы вы хотели поблагодарить своих родителей? Всего лишь две вещи. Скажите, мамочка, папа, я благодарю тебя. Вот я вспомнил. Там подарок когда-то ты подарил. Или там вот когда-то ты повез на море. Это лучшее время для меня было. Или, не знаю, ведро яблок принес. И так классно было. Мы ели их с медом. И мне так запомнилось с детства. Это так классно было. Ну что-нибудь. Найдите. Две вещи. Поблагодарите своих родителей. Хорошо? Практически. Прямо напишите. Позвоните. Скажите им об этом. Хорошо? Вторая вещь. Найдите две вещи. Служителя, которые вот приходят вам на память, на сердце. И две вещи. Найдите, за что поблагодарить их. И выразите благодарность этим людям. Хорошо? Сделайте две вещи. И третье. Две вещи, которые вы хотели бы в молитве выразить Богу благодарность. Запишите две вещи, которые вы хотите Богу особенно сказать благодарность в вашей жизни. Вот или за этот год, который прошел. Есть. Как можно выражать благодарность? Коротко. Людям. Людям. Можно сделать подарки. Можно написать открытку с благодарностью. Или записку. Третье. Подойти. И можно просто спросить. Чем я могу тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? То есть простые вещи. Кого можно благодарить? Я немножко еще шире раскрою, чтобы мы увидели немножко больше. Конечно, супругов, мужа, жену. Есть за что всегда благодарить. Также мы можем благодарить наших детей. Мы можем благодарить родителей, пасторов, служителей церкви. Также мы можем благодарить человека, который привел нас и познакомил нас с Господом. Вот всегда надо за это благодарить. Вот быть благодарным. Также мы можем благодарить людей, которые нас вдохновляют. Вот есть люди, которым хочется подражать. Вот ты прийди на молитву, рядом с Таней Волковой, ну ты точно будешь молиться просто. Так горячо, как молится Таня, разжигает, кочегарит. Ну ты зажжешься рядом. Ты зажжешься рядом. Послушай, и так как любить Бога, ты всегда зажжешься рядом с теми людьми, молитвенниками, служителями, прославителями. Подражай. Пусть это вдохновляет тебя. Благодари тех людей, которые вдохновляют тебя. Хорошо? Кого мы можем еще благодарить? Мы можем благодарить учителей, даже неверующих учителей. Послушай, есть за что благодарить учителей в школе, которые занимаются с нашими детьми или внуками. Аминь? Вот есть за что. Они вкладывают в их сердца. И я вам даю гарантию, что многие люди даже не вспоминают, относятся, ну ты зарплату получаешь, ну что тебе еще надо? Цветы тебе раз в год. В лучшем случае. Друзья, мы должны учиться быть благодарными, благодарными тем людям, которые вкладывают нас, тренерам, учителям. Это большое благословение. Это большое благословение. Я знаю, сколько Ярослава вкладывает в девочек. Я уже во многих людей вкладывал, уже они взрослые. Может, они не ходят сейчас на танцевалку. Но я знаю, сколько она с ними чая, кофе выпила, пирожные съела. Общалась по сердцам, мечтами делилась. Вдохновляла, брала с собой в поездки. Одну историю рассказал мне Саша Баркевец. Говорит, где-то выступали под Киевом. Классно выступили в вечер, и тут выехать некогда. Команда большая, машин нету, на автобус опоздали. А добраться, даже вывезти просто, чтобы на автобус посадить некогда. И Ярослава, знаете, некоторые руководители, да хоть трава не расти. Выступили, сделали дело, всем спасибо, все свободны. Она переживает, как вочка за них, она их собирает. Девчата, не переживайте, все будет нормально. Закончилось тем, что Саша их всех... Сколько у вас людей ехало? Восемь? Нельзя, да? Короче, много. Даже полицейский удивился. Понимаете? Сколько их было в варежке в той. И Ярослава, который рассказывает, я никогда не видел, Саша рассказывает, чтобы человек в десятке, в жигулях, калачиком так свернулся на этом, на сидении, и умудрился еще и спать. Говорит, калачиком в этом маленьком пространстве. Вот, друзья, есть вещи, которые вот иногда вот, это есть цена служения, это настоящие поступки. Друзья, их много. Я знаю, что у каждого, если мы будем каждому говорить, у каждого есть о чем, есть вещи, которые он жертвовал, делал и по-настоящему проявлял свою любовь и служение. Друзья, пусть Бог благословит нас в этом. Друзья наши, друзья наши, даже неверующие, друзья, послушайте, не воспринимайте дружбу, как само собой разумеющиеся. Вот не воспринимайте. Поблагодарите и этих людей. Вот вспомните, поблагодарите иногда просто за дружбу, за поддержку. Пусть Бог благословит нас в этом. И, конечно, самое важное, самое первое, номер один всегда-всегда-всегда. Конечно, это Бог, который источник всякого благословения в нашей жизни. Я так быстро перечислил. Давайте встанем для молитвы. Напомню вам, домашнее задание, у всех у вас домашнее задание. В следующее воскресенье спрошу, вот кто сделал. Вот мы проверим на послушание всех, хорошо? Как вы применяете. Вам надо поблагодарить родителей. Да, если там нет родителей, можете друзей поставить в эту сферу. Второе, кого надо еще практически? Кого? Служителей. Хорошо. И третье? Бога. Две вещи найти и за них поблагодарить. Хорошо? Вот, молимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя, что Слово Твое есть светильник для нас, светящий среди тьмы, среди неблагодарности, среди отвержения этого мира, среди ожесточения, критики этого мира. Твое Слово светит нам, оно вдохновляет нас к благодарности, оно показывает нам волю Отца о нас, оно учит нас в жизни, как нам поступать, что нам делать, как нам угождать Богу, как, Господи, еще больше иметь благословений в жизни. Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое, истинное, живое, верное, и мы принимаем его, как инструкцию для жизни. И мы, Боже, благословляем Святое Имя Твое, мы благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, за то, что мы часть народа Божьего, мы дети Божьи. Спасибо Тебе, Отец, за судьбу, за благословение, за все, что есть в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.